Итак, дорогие друзья, с вами школа Бовсуновского spb-tut.ru Итак, тотальное объяснение. Курс 3. Работаем с админкой Django. Мы работаем в три этапа. Я специально разбил на три этапа, чтобы раз навсегда убрались вопросы. В первую мы добавили нашу модель в админку, и она у нас начала выглядеть следующим образом. Во-первых, до этого мы рассматривали модели, и мы увидели вообще нашу модель. Title, слух, это мы потом по авторам добавили, функционалом будем говорить. То есть текст, автозаполнение даты, статус написано, опубликовано. Для начала мы в первом этапе просто добавили, чтобы у нас отображался просто пост. Вторым этапом мы добавляем информацию последовательно, чтобы было понятно. Посмотрите курс, кстати. Курс очень подробный, написал аж 11 уроков, поэтому вопросов не должно остаться вообще. Так вот, следующим этапом мы добавили, чтобы у нас отображался слух, то есть метки, которые будут в URL, кто автор, дата публикации и статус опубликовано или просто написано. Но это важно. Вот, и третьим этапом мы начали добавлять функционал. Функционал, то есть мы начали видеть в админке разные вещи. Фильтрацию по опубликованным, например, и не опубликованным, по дате. Далее у нас появился здесь вот значок выбора. Далее появились у нас, добавили, чтобы была вот такая вот сортировка, опубликованные, не опубликованные и так далее, и так далее. Вот, 23 января, 26, ну много чего мы добавили. По сути дела, сложно ли это было, когда вы просмотрите урок? Вы скажете нет, просто. Я думаю, что этот вопрос будет раз и навсегда закрыт. Но, тем не менее, хоть я стараюсь, то есть не стараюсь, а рассказываю довольно подробно, это моя привычка, все равно, ребята, каждый раз повторяю, значки в личном кабинете расположены таким образом, как бы я рекомендовал проходить курсы. То есть, раз, два, три, четыре. Поэтому, если мы видим, все должно быть по порядку. Если вы проходили все курсы, то я не думаю, что у вас возникнут проблемы. Теперь, для тех, кто первый раз смотрит видео. Вот так для вас будет выглядеть сайт. Ну, я могу где-то поменять дизайн, но смысл останется тем же. Зашли, почитали новое, то есть, вы видите, что школа постоянно развивается. Начни здесь, это основные рубрики описания уроков. И вам необходимо получить логин и пароль. Если повезет, то будут подарки. То есть, вы сможете, допустим, получить доступ сразу к Android и сэкономить довольно большие деньги. Значит, ну и далее занимаемся по шагам. Просто зашли. Кстати, можно зайти под логином демо, паролем демо, если нет у вас пока учетной записи. И пошли по шагам. Открыли план и поехали. Первый, второй, третий. Делаем, выполняем домашнее задание. Да, ребят, группа общения у нас в группах. Но, как правило, на СПБ группа сразу ссылка на группу, если она нужна здесь, привязывается к конкретному плану. Спасибо вам за доверие. Успехов. Все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!